СОУЛЛ Всем огромный привет! С вами Маша. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я бы хотела вам показать покупки, сделанные в период распродаж в магазинах масс-маркета, таких как Zara и Mancom. Таких видео будет два. Первое видео сегодня, и следующее видео выйдет через несколько дней. Возможно, оно вам будет даже более интересно. Там пойдет речь о покупках в период распродаж в магазинах среднего ценового сегмента, даже такого премиум сегмента. Если будет вам интересно, то ждите, скоро видео выйдет. Так, давайте начнем о покупках Zara и Mancom. Первое, что я покажу, это будет Zara. И это вот эта черная футболочка на мне. Как вам? Мне она очень понравилась. Мне казалось, что она достаточно плотная. Все эти вещи заказывала онлайн, потому что в магазинах нет ничего. Разобрали уже все, что можно и нельзя. Остались какие-то бабушкины блузочки. Ну, если вы понимаете, о чем я. И, соответственно, XXS или какой-то XXL. Больше ничего другого нет. SML, соответственно, в магазинах уже вообще не найти. Эта футболка я взяла в размере AM. Поскольку она не оверсайз, не широкая, то эска сидела бы достаточно узко. Мне нравится на рукавах, что они вот такие вот немножко присворенные. В принципе, футболка достаточно простая. Но здесь идет вот такая вот белая надпись вдоль горла. Буду ее комбинировать со своим белым жакетом. Илиным, скорее всего. Мне очень нравится, как эта футболка смотрится. Вот с этого черно-белой клещатой юбкой, кстати, тоже из Zara. Хорошо будет смотреться с юбкой плиссе. Да, в принципе, с различными джинсами. Скорее всего, тоже буду скомбинировать ее с белыми джинсами. Посмотрим. Следующая вещь, которую я бы хотела показать, это будет платье. Тоже из Zara. Вот такое черно-белое полосатое. Честно сказать, я даже не смотрела состав этого платья, когда заказывала его. Как оказалось, это платье не из хлопка, а 50-50 вискоза и полиэстер. Это длина Макси. Впереди есть вот такой вот вырез. Но он доходит буквально, наверное, до колена, чуть ниже колена. Длинные рукава. На рукавах есть вот такие рюши. Планирую это платье. Наверное, все-таки я его себе оставлю. Мне нравится, как оно сидит. Хочу его завязывать на поясе каким-то черным широким ремнем. Или, может, даже каким-то белым. Или красным, не знаю, розом каким-то контрастным. Планирую носить это платье. Так, сейчас я здесь своим кактусом наделаю дырочек на платье. Планирую носить это платье с моими массивными кроссовками, с джинсовкой. Скорее всего, с тренчем. И, может быть, даже с каким-то жакетом. Следующая вещь Zara. Тоже платье белого цвета. Кстати, это платье есть в черном и белом цвете. Я решила взять в белом цвете, потому что здесь идет такой контраст черно-белый. Черная нитка. Все отстрочено. Черная нитка. Мне очень понравилось. Я хотела платье это носить с черным широким ремнем, с моими шлепками черными селекты. И очень смотрелось бы супер по летнему. Летом не жарко. Хорошо. Состав. Так, это платье в размере M. Должна сказать, что оно очень широкое. В принципе, достаточно было S, если честно. Но я не знала. Предполагала, что, возможно, не подойдет. И S не было. Поэтому взяла M. Если говорить о составе, сейчас я найду и покажу. Где же, где же, да. Состав, я думаю, что это 100% полиэстер. Нет. 51 полиэстер, 49 вискоза. Но, в принципе, более или менее. Единственное, что мне не понравилось, что это платье просвечивает. Я не говорю про верх. Мне вверх, в принципе, не волнует низ. Мне очень не нравится, когда снизу просвечивают трусы. Мне кажется, смотрится это очень некрасиво, вульгарно и, в принципе, как-то дешево. Теперь я думаю, оставляется это платье или нет. Потому что бирку я с него еще не срезала. Если оставлять, то сверху накидывать какую-то джинсовку и носить с кроссовками или со шлепками. Или, может быть, какой-то тренч. Просто так носить, наверное, будет некрасиво. Или же просто брать его для отпуска куда-то на пляж. И тогда оно будет там уместно. Ну, посмотрим. Черное платье, я думаю, что просвечивать не будет. Наверное, лучше бы нужно было взять его. Дальше перейдем к манкам. На распродажах манка урвала вот такой черный жакет с белой ниткой такой простроченной, двубортной. Жакет сидит хорошо, он в размере S. Кстати, хотела уточнить, что если в Zara я беру верх, допустим, M, то в манке мне всегда подходит S. Не знаю почему, у них вот какой-то странный размерный ряд. Низ одинаковый. Примерно 36-38. Надо смотреть, что за модель, какие брюки, джинсы, юбка и так далее. Планирую носить, опять же, с белой футболкой. Кстати, вот с этой. Сейчас покажу, обтужу ее. Футболка эта в размере S. Она достаточно объемная. Что мне понравилось в этой футболке, то что надпись отделана различными материалами. Верхняя, допустим, строчка под бархат. Вторая строчка обычная, как аппликация. Вот здесь вот, по-моему, сделана под кожу. И последняя, по-моему, тоже в виде аппликации. Смотрится достаточно интересно, так немножко объемно. Футболка универсальная. Хорошо будет смотреться также с этим жакетом. Такой контраст черно-белого. Вообще, я что-то в последнее время полюбила такой черно-белый вариант. Какие-то луки такие. И, кстати, сниму еще одно видео. Выйдет, но он чуть попозже. Черно-белые такие образы, которые я создам из новых вещей и не только. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Так, как я уже сказала, футболка идет в размере S. И жакет тоже в размере S. И последнюю вещь, которую я покажу, тоже из манга. Но это обувь босоножки. Они были без скидки. Это новая коллекция. Но они мне так понравились. Я их сразу заказала. Были все размеры. Стоили они 60 евро. Единственное, что у них очень длинный, вытянутый, острый носок. И на мою, например, на мой 39 размер, на мою ногу, они смотрятся какими-то длинными. Ну, как лыжи, что ли. Не знаю. Красиво будут смотреться с белыми джинсами или какими-то брюками. С различными юбками, жакетами. С тренчем будет классно смотреться. Такая обувь мне очень нравится. И хотела бы еще уточнить насчет материала. Белая окантовка. Это идет натуральная кожа. Носочек и сама вот эта пяточка. Выполнена из натуральной замши. И сам каблучок из искусственной замши. Здесь вы можете регулировать плотнее или немножко ослабить ремешок. Как вам угодно. В таком, каком-то спортшик, что ли, стиле. Очень классно смотрится. Здесь у них сеточка идет. Они прозрачные. Видно ваши пальчики. Вот, в общем-то, все покупки на сегодня. Я надеюсь, вам что-то понравилось. Пишите в комментариях. Ждите следующего видео о покупках из магазинов среднего сегмента. Сегмента премиум. Всем большое спасибо за просмотр. Поддерживайте меня. Ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И мы с вами увидимся через несколько дней. Всем спасибо. Всех целую. Пока-пока-пока. Хорошего дня.